Дальше Каранзе переходит к цифре 4, как он это описывает, что нету более магического числа, чем 4. И особенно оно является магическим для эффектования. Потому что все неприятности фиктованщика заключены в числе 4. И вот как он это объясняет? Он говорит это голова. И вот нужно координировать голову, руку со шпагой и две ноги одновременно. И он говорит это базовый элемент вот этого вот альтернативного субразума. И когда он говорит, что есть военная альтернатива этому всему, она более сложная, чем фиктовальная, это когда цифра 5. Furthermore, he explains that there is one more alternative, and the alternative is covered by figure number 5 principle. But this alternative is not for fencing, this is for military purposes. 4 is for fencing purposes. И вот это вот 5, это кинжал в руке появляется. И оружие в двух руках как бы. Number 5 represents that your arm with two types of weapon. I mean your hand not only, one of your hands holds the sword, with the second hand you hold your dagger. That's why it's fine. Да, и он говорит, что это уже дополняет фиктование, фиктованием слабой рукой. То есть одна слабее развита, чем... То есть и поэтому фиктование становится еще сложнее, то есть еще одна единица добавляется. So as far as you may see, to the head, to the arm with the sword and both legs, one more elephant, one more element is given. It's like the optional element of using your so-called weak hand with a dagger. And of course this type of fencing is much more complicated, because here you have to coordinate not for essence, but fight. И поэтому он говорит, что у нас возникает контрфиктование, и это контрфиктование, то есть когда еще одна рука как бы возникает, оно более сложное, чем просто фиктование. This is the reason, the reason we face one more notion in fencing. This is the counter-fencing notion. And counter-fencing, considering five aspects, is much more complicated rather than fencing, considering four aspects. And this is the final point of De Carranza's explanations, there are no any other types of fencing. Потому что у человека всего две руки и две ноги. This is simply due to the fact that the person has two hands, one head, and two legs. И одна голова, и одна голова, да. Поэтому оружие можно держать только в двух руках, это максимальное количество оружия, которое у вас может быть, то есть оружие в двух руках, и стоять вы можете только на двух ногах. So the maximum number of weapons you can hold is two pieces of weapons, with both your hands. You have two hands, you have two legs, and the two. Not more. Да, и поэтому хотите вы этого как бы или не хотите, вы же прекрасно как бы понимаете, что других вещей, ну, как бы просто нет. То есть это исчерпывающее количество элементов, которые задействованы фиктование. So that's the maximum type and the maximum number of elements that are used in fencing. Whether you like it or not, you have only two hands and two legs, you cannot use more. И он говорит о том, что все эти науки направлены для того, чтобы объяснить, как разрешается цифра 4 и как разрешается цифра 5. И, ну, then the Transa finally explained that all those, the aims of all those scientific disciplines are all about revealing the secret of number 4, призm. Продолжение следует...